Япония Номер 1. Фигурки Догу Фигурки Догу В связи с этим некоторые теоретики представляют свои, более экзотические версии. Согласно одной из них, Догу – это изображение пришельцев, которые когда-то давно посещали японские острова. Номер 2. Атлантида Атлантида – это легендарное и мифическое государство, о котором мы узнали из диалогов древнегреческого философа Платона. Считается, что некогда это государство-остров представляло собой развитую цивилизацию атлантов, однако впоследствии Атлантиду настигло землетрясение и остров в одночасье ушел под воду. Уже на протяжении многих столетий точное местонахождение Атлантиды является предметом споров. Так, в 2019 году известный в узких кругах уфолог Скотт Уорринг заявил, что обнаружил Атлантиду у берегов Японии. С помощью гугл-карт исследователь-любитель изучал местность и обнаружил у берегов страны восходящего солнца некий символ, который, как он считает, может относиться к затопленной Атлантиде. Отмечается, что находка составляет один или два метра в глубину и около шести метров в поперечнике. Непонятно, что именно нашел Уорринг, однако его версия как минимум интересная. Номер 3. Монумент Йонагуни Не исключено, что в теории Уорринга есть определенная истина, и на это нам указывает следующая интересная находка в Японии – монумент Йонагуни. Это массивное подводное образование, которое представляет собой одну из самых необычных находок последних лет. Монумент Йонагуни был обнаружен в 1986 году у берегов одноименного японского острова на глубине пяти метров под водой. Исследователи под руководством Кихотиру Аратаке обнаружили монументальные скальные образования и строения, некоторые из которых частично напоминают египетские пирамиды со своими совершенными сторонами. Из-за своей необычной природы и загадочности данный монумент породил множество споров и теорий заговора. Одни ученые считают, что подводные пирамиды образовались естественным путем, посредством надломов на слоении песчаника. Другие полагают, что монумент Йонагуни может являться частью затопленного древнего города, который ушел под воду после землетрясения. А некоторые теоретики и вовсе уверены, что Йонагуни есть не что иное, как руины Атлантиды или же ее японского аналога. Так или иначе, нельзя сказать наверняка, кто из них прав. Номер 4. Мегалиты в парке Асука В японском парке Асука, который расположен в префектуре Наран, находятся огромные загадочные мегалитические строения, которые ставят в тупик многих ученых по всему миру. Несмотря на то, что их возраст оценивается в несколько десятков веков, эти строения отлично сохранились и дошли до наших дней практически в первозданном виде. Считается, что мегалиты в Асуке могли быть алтарями для жертвоприношений или специальными платформами, с которых люди наблюдали за небесными телами, которым они поклонялись. Особенно выделяется мегалит под названием Сакафуня Иси, который, как считается, в точности схож с мегалитом, обнаруженным на дне Черного моря у берегов Анапы. На этом гранитном камне имеются ровные углубления и формы, что просто невероятно. Исследователи задаются вопросом, как древним людям удалось высечь из гранита столь идеальные узоры при помощи примитивного инструментария. Ведь действительно, даже в наше время такая искусная обработка гранита считается практически невозможной. Некоторые теоретики считают, что обработкой этих мегалитов занималась некая продвинутая цивилизация, технологии которой были безвозвратно утрачены. Что касается местных жителей, то многие из них верят в магическую силу мегалитов, поэтому многие японцы предпочитают обходить их стороной и даже боятся прикасаться к гигантским камням. Номер 5. Летающие тарелки 17 ноября 1986 года Boeing 747-200F совершал рейс 1628 по маршруту Париж-Токио. Казалось бы, совершенно обычный рейс, однако именно он вошел в японскую историю как один из самых загадочных. Посреди полета капитан воздушного судна включил автопилот и внезапно заметил необычные огни, которые не были похожи на любые известные астрономические объекты. Он посчитал, что огнями могли быть советские истребители, и поэтому не обратил на них никакого внимания. Тем не менее, огни не исчезли, как это должно было произойти в случае с истребителями, а напротив, начали сопровождать Boeing по курсу. Через некоторое время, немного левее, перед бортом Boeing возникли два объекта. Они попеременно светились желтыми и розовыми огнями, а с виду представляли собой нечто квадратной формы. Объекты могли видеть как пилоты, так и пассажиры самолета, которые очень перепугались. Спустя какое-то время объекты пропали из виду. Учитывая тот факт, что это были не другие самолеты или какие-либо блики, пилоты предположили, что в тот день они столкнулись с летающими тарелками или их подобием. Неизвестно, правы они или нет, поскольку данный случай не удалось как следует изучить или даже зафиксировать. Номер шесть. Римские монеты. В 2016 году, во время раскопок замка Кацурен на японском острове Окинава, археологи обнаружили четыре нетипичные для Японии медные монеты. Поначалу они приняли их за фальшивки или реплики, однако детальное изучение поставило их в тупик. Оказалось, что на одной из найденных монет было изображение римского императора Константина I, правление которого пришлось на 3-4 века нашей эры. На другой монете был изображен солдат в шлеме, держащий щит и колющий врага копьем. Эти находки привели ученых в замешательство, поскольку доподлинно известно, что у Римской империи отсутствовали торговые контакты с Японией. Как же в таком случае римские монеты оказались в Японии? По одной из версий, монеты оказались на Окинаве во время следования римских торговых кораблей в одну из других азиатских стран. Если же это не так, то можно предположить, что мы знаем об отношениях Рима и Японии далеко не все. Возможно, в истории их торговых отношений имеются те или иные пробелы, и именно Окинавская находка сможет их восполнить, а ученые, в свою очередь, смогут восстановить детальную картину. Номер 7. Утконосый динозавр Не так давно археологи обнаружили на территории Японии странные окаменелости. Ими оказались останки ранее неизвестного вида динозавра. На протяжении нескольких лет археологи собирали останки этого динозавра, пока в конце концов не собрали почти полный скелет животного. Впоследствии ученые провели исследование и установили, что новый вид принадлежит к семейству травоядных гадрозавров, известных как утконосые динозавры, которые обитали в меловом периоде. Исследователи назвали его Камуйзаурус японикус. Пока что эта находка дала ученым основания полагать, что на территории современной Японии некогда был совершенно независимый мир динозавров, в котором протекали автономные и самостоятельные эволюционные процессы. Сообщается, что дальнейшее изучение нового вида позволит лучше узнать об этих процессах. Номер 8. Море дьявола Море дьявола – это условная зона в Тихом океане вокруг японского острова Миякедзима, которая считается одной из самых загадочных и необъяснимых во всем мире. В каком-то смысле море дьявола – это японский аналог Бермудского треугольника, поскольку здесь также регулярно происходят различные происшествия. Как мы можем узнать из исторических хроник, данная зона отпугивала местных жителей еще в давние времена. Древние жители Японии считали, что море дьявола кишит страшными чудовищами и неведанными животными, которые утаскивают на дно корабли и лодки. В настоящее же время почти ничего не поменялось. Море дьявола до сих пор считается одним из самых мистических регионов не только Азии, но и всего мира, поскольку здесь все еще пропадают суда. Исследователи не могут объяснить, в чем причина столь странных событий и что именно таится на дне моря дьявола. А японское правительство и вовсе рекомендует морякам обходить эту зону стороной. Номер 9. Человек из Таур-Реда Хотя человека или историю вряд ли можно назвать находкой, этот случай совершенно необычный, поэтому о нем стоит рассказать отдельно. В июле 1954 года в токийский аэропорт Ханеда прибыл странный путешественник, который сильно отличался от остальных туристов, чем и привлек внимание работников аэропорта. С сотрудниками аэропорта этот человек говорил на французском. Он сказал, что прибыл в Японию на бизнес-встречу, а также показал таможенникам свой паспорт. В документе было указано, что турист прибыл из несуществующего государства под названием Таур-Ред. Загадочный турист даже показал изумленным сотрудникам аэропорта эту страну на карте. По его словам, она находится на месте нынешней Андорры. Помимо всего прочего, турист представил сотрудникам выписку из банка Таур-Реда и остальные личные документы. С целью выяснения этого странного обстоятельства сотрудники приняли решение отвезти мужчину в местный отель и приставить к нему охрану, а сами начали разбираться в вопросе. Удивительно, но на следующее утро мужчина бесследно пропал, исчезнув прямо из номера отеля, в котором был заперт. Помимо этого, из помещения службы безопасности аэропорта исчезли все вещи этого пассажира. Таким образом, загадочный человек из Таур-Реда просто пропал. Кто-то считает эту историю городской легендой, а кто-то доказательством существования параллельных вселенных. Но так или иначе, на мой взгляд, она очень интересная и оригинальная. Что ж, а на этом все. Не забудьте поставить лайк, подписаться на канал и раздавить колокольчик, чтобы не пропустить ни одного ядерного выпуска. Также советуем вам посмотреть другие увлекательные ролики на нашем канале. Спасибо вам большое за просмотр! Спасибо за просмотр!